Особое мнение на 101FM Мы сегодня будем по традиции Тема школы, детских садов, образования И так далее Как в целом ощущение от того Как учебный год новый стартовал Мы с вами уже по телефону беседовали В одном из наших эфиров Я тут специально накануне нашей встречи Помониторил социальные сети Самые популярные паблики Вконтакте, городские Все как обычно Где-то жалуются на ужасное состояние туалетов Это одна из школ Которая была давно построена Школа номер 52, если не ошибаюсь Где-то жалуются на то, что стены банально в школе не покрашены Косметический ремонт отсутствует Это 48-я школа, ну и так далее Вот действительно обидно за школы Которые были построены много лет назад И у меня ребенок тоже учится В одной из таких старых, как принято говорить Школы, ну вот заходишь И это прям вот дыхание Дыхание советского прошлого Оно на тебя сваливается У нас вообще что ли нет возможности Как-то приводить их в порядок? Поясните, пожалуйста Стоит вопрос бюджета Соответственно вопрос недофинансирования И какие средства выделяют Соответственно, то есть Каким-то школам хватает Привести в порядок Каким-то школам не хватает А чего это зависит? Особенно те школы, которые переполнены То есть если там проектная мощность Например, там в школе была там условно Там 850-900 человек А выучится 1900 человек То, соответственно, этих всех детей Нужно обеспечить и учебниками и так далее Соответственно, много каких-то таких Дополнительных тракт Из перевода кабинетов Из, допустим, мастерских труда В обычные кабинеты Потому что детей надо куда-то садить Спортзалы там переводятся и так далее То есть у каждой школы есть своя Какая-то определенная забота То есть куда средства потратить То есть какое-то определенное пропорциональное Количество, наверное, человек Финансирование выделяется Но каждая школа решает Как это по-своему потратить Обычно, конечно, красят все То есть на этот обычно средств хватает А вот уже на какие-то капитальные ремонты На какие-то такие более максимально там Современные истории Как бы средств уже не остается И перспектив пока не видно? Ну, я вот не вижу пока никаких перспектив Чтобы будет более серьезный ремонт делать На 2024 год заложим какую-то баснословную сумму Которой хватит на все предписания надзорных органов Чтобы все исправить И там дополнительно еще средства останутся Там, не знаю, на какие-то там Дизайнерские проекты, допустим Я думаю, что нет Сильно ничего не изменится В принципе, все как есть, так и есть Вот сегодня буквально мы разговаривали Про школу номер 9 в Коминтерне Там как раз учится 1900 детей Типовое здание, в котором должна учиться 1000 И, соответственно, вплоть до того Что, например, вот как там поясняют Там первоклассники уходят на физкультуру И в этот там урок класс занимают Там, не знаю, 11-классники Каким-то другим предметом Потому что места просто катастрофически нет И тоже вот как бы 9-ю школу упоминали Как бы в соцсетях о том Что у них не выдали учебники Ну, просто физически их нужно купить Как бы очень много И не у каждой школы есть Как бы такие средства, да Чтобы обеспечить всех Например, там первоклассников Четвертых классов выпустили 6 А пришло 11 первых классов Соответственно, и посадить некуда И учителей нет И, соответственно, и учебников тоже не хватает И это, соответственно, на момент Надо как бы купить По поводу учебников Тему продолжаем Как раз с губернатором Поднимали ее на фарш И говорили о том Что дайте хотя бы планово Там на 2-3-5 лет вперед Какие учебники вы там планируете Из бюджета централизованного Закупить на все школы И тогда школа, когда будет покупать Там на следующий год Они знают, что там будут покупать Учебник математики Они в этом году его покупать не будут Потому что в следующем году Он там будет выделен И, к сожалению, пока на данный момент Такой вот прогнозной истории Тоже не существует Оказалось бы, не такая уж сложная работа Вообще не сложно Но было бы и облегчило бы Как бы труд всех То есть в этом году обеспечили У всех учебниками истории Потому что, как бы, условно Там они новые вышли И поэтому, как бы, необходимо было А все остальные учебники Легли на плечи школ И не у каждой школы Хватило средств, чтобы их купить По транспортным картам Опять история повторилась, да? Транспортные карты стоят Опять в очереди Стоят в очереди Но этот вопрос ведь в том Что там ничего не изменилось То есть, соответственно, родители Как бы, понятно, как бы, узнают Особенно первоклассников Что им нужно получить какую-то там Транспортную карту Это вот как раз к сентябрю месяцу И вот они встают за эту последнюю неделю Все стоят дружненько Причем это все делается медленно Не автоматизировано Видов вот этих разных идентификаторов Там выбора нет Одну карточку дают Хотя их там уймы Там в плане брелков Браслетов и так далее Тоже ничего не предлагается И тут уже, в принципе, мы подошли к тому Что, как бы, работу ЦДС Надо реформировать Пересматривать вообще подходы Пересматривать подходы Потому что в нашей стране Этими историями занимаются Коммерческие организации То есть это есть там структуры Которые там, да, в этом направлении работают И они предлагают свои условия Это, как бы, исключительно бизнес там Направление И можно в том числе Комиссию за определенную За определенную там Да, там своя, как бы, работа выстраивается Где-то комиссия там И, как бы, где-то есть там Какие-то там дополнительные бюджетные средства И так далее То есть это все обсуждается На уровне там города и так далее И, как бы, подход есть Ну, вопросы транспортового обслуживания Тоже тут в соцсетях родители поднимали Если не ошибаюсь Жаловались люди на автобус номер 9 Почему редко ходят И ребятам с большими рюкзаками Приходится по нескольку остановок Пешком ходить Для того, чтобы успеть К началу уроков Ну, я думаю, что в любом микрорайоне Такая история Есть хроническая болезнь Что Курочкина Что Коминтерн Там особенно мы, где точно знаем Что школа не рядом с домом Потому что мест не хватило Допустим, 33-я школа в Коминтерне Там точно все не вошли И все там Ну, почти все едут в 9-ю школу Или там 34-ю Мы понимаем, что они так или иначе Поедут в пиковое время Там с 7-и, там до 7-и, 30-и Поэтому я предполагаю Что несложно добавить Дополнительных маршрутов Но почему-то мы каждый раз В это сталкиваемся И мои предложения как раз-таки были О предоставлении вообще автобуса Который бы возил Вот именно вот в этих узких местах Что в Ганино, что в Коминтерне Что может быть в Курочкино Вот этих вот детей Как школьный автобус привозил И там потом обратно Не может быть там самостоятельно уезжали Либо тоже какое-то время было бы Сказано, что в такой-то точке Собираемся, автобус повезет Потому что дети-то не виноваты Отдельный автобус Ну, школьный автобус А-ля школьный автобус Как в районах области Желтые автобусы Но в городе это сделать невозможно Потому что в законном образовании Есть строчка о том Что город не подходит под эти условия Поэтому вроде как нельзя Но какие-то варианты Как бы я знаю, что правительство искало Обещали, что он будет работать в этом году Но пока этого не случилось Что может быть? Какие еще дополнительные факторы Могут сказаться здесь? Еще больше детей? Ну, я думаю, что тут вот просто, знаете Пока, опять же, не случилось Какой-то критической истории То есть когда там Ну, вот прям что-то случится И мы вот этого опять ждем К сожалению, это так То есть мы не работаем на профилактику На предотвращение этих моментов Потому что в любом случае Детям деваться некуда Они там Ну, этот же комментарий возьмем в пример Они из микрорайона Долгушина В 7 утра садятся на автобусы И едут А там все битком Потому что люди тоже в том числе Идут на работу в город Час пик утренний, да Безусловно Знаете-ка, еще какая ситуация Беспокоит в этом году Как мы знаем В областном центре активно проводится Ремонт, реконструкция теплосетей Да, город перекопан Слава богу, пока нам погода позволяет Не начинать отопительный сезон Но в некоторых детских садах По крайней мере, я знаю Отопление уже запустили Вот мой ребенок младший ходит Там уже тепло дали Все хорошо Нет ли такого риска Что какое-то из детских учреждений Останется без тепла Может быть, где-то не успеем подключить Есть у вас такая информация Есть такая беспокоенность тоже Беспокоенность есть определенная То есть вот, насколько знаю Есть проблемный участок На Романа-Ярдякова Там те как раз подрядчики Которые копают теплосети Но определенные проблемы имеют И вот там есть как раз детские сады Которые попадают под эту вот линию И, насколько я знаю Там в таком ускоренном темпе Делают временные вот эти вот теплосети Чтобы садики не остались без отопления То есть увидят садики проблемы Или не увидят Пока сложно сказать То есть, возможно, как бы погода позволяет Пока все успеется сделать И садик будет запущен к моменту Как будут похолодания Возможно, какие-то моменты Проблемные места мы ощутим Но это не массово будет Это будут как бы определенно точные сады Ну, холодные дни уже были В сентябре, может быть, были же Были жалобы из детских садов? Нет? На холод Ну, пока нет Я думаю, что тут, в принципе, как бы так Прожили их несколько дней И поэтому пока в плюс-минус погоды позволят Не включать У нас перемены прошли в руководстве Образование городского Городской департамент образования Перестал возглавлять Александр Петрицкий В августе это случилось Накануне Нового года Но личность Александра Львовича Она у многих вызывала вопросы На протяжении последних лет, если не ошибаюсь С 2015 года он возглавлял городское образование И часто самый популярный упрек был в том Что он не педагог по образованию Строитель, если не ошибаюсь Почему, на ваш взгляд, это сейчас произошло? Вот есть версия, что якобы Три новые школы Проблемы с их возведением Они как-то повлияли Сказали здесь ваше мнение Лично мое мнение Не думаю, что именно из-за этих трех школ Прям Александр Львович пострадал И сказали, что он крайне в данной ситуации Все прекрасно понимают и знанят Что Александр Львович точно, мне кажется Не влияет никаким образом На строительство этих трех школ Это там другая совершенно история Я думаю, что просто смена руководства Главы администрации Хоть она там была год назад Она как раз сказалась к тому Что идет переформирование замов Начальников департаментов Ну и, соответственно, очередь до Александра Львовича дошла И поэтому на данный момент Вот так случилось Но, насколько я понимаю Что пока кандидатуры, которые возглавят департамент образования На данный момент нет Человек, которому предлагалось Который согласился К сожалению, отказался Ну вот первоначально вроде как бы было согласие Можем озвучить имя? Не скажу Точнее, как бы у меня нет стопроцентной Информации, уверенности Что это этот человек Я знаю такими куларными историями То есть есть в том числе и момент Несогласия областной власти Да, как бы в этой кандидатуре Вот, поэтому пока ищут Не готова я сказать Там открытый конкурс Там приходите, пожалуйста Все или нет Хотя хотелось бы так сказать То есть человек Логично предполагается Областным правительством Тоже должен быть согласован Да, ну да То есть его в любом случае Согласовывают Чтобы как бы В комфорте работать дальше Да И, соответственно Хотелось бы мне сказать Что, пожалуйста, да Там конкурс открытый Приходите все желающие И дальше комиссия оценит Но я думаю, что в любом случае Это будет так или иначе Как-то внутри подведено Чтобы было там удобно И комфортно всем Госпожа Жуйкова сейчас исполняет Да, пока обязанностей нет? Нет, по-моему Как раз таки Рабелла Не скажу отчество Боюсь ошибиться Ну вот ваше личное мнение Ваше личное пожелание Что за человек должен прийти Возглавлять департамент образования? Ну, как мы говорили Видимо нужна какая-то Компромиссная фигура Чтобы устраивать будет Ну, в любом случае Человек должен быть с опытом Образовательной деятельности Человек должен быть изнутри Он должен знать Вот эту всю внутреннюю кухню Он должен понимать Вообще, чем живут учителя И как бы Что самое главное Да, то есть Чтобы они там приходили В систему работать То есть Так или иначе Проблем много Конечно, как бы Управление Это такой больше Хозяйственная должность Он как бы не там Не педагог, который идет Там лекции читает Он так или иначе Он должен понимать Что происходит внутри системы Там Александр Львович Говорили, что он строитель Будет строить Как бы там детские сады И школы Да, процесс шел Как бы мы построили Детских садов немало Там пару лет назад Вот, но так или иначе Как бы В плане образовательной Это внутри истории Как бы вопросы были И вопросы остаются Ну, логично Там, не знаю Предположить Может быть Среди директоров Школы областного центра Поискать Я думаю, что среди директоров Как раз и еще Да, и еще Я думаю, что как раз Рассматриваются кандидатуры директоров То есть просто единственное Что, да Готовы ли директора Как бы к такому шагу То есть, ну, посмотрим Я думаю, что не так долго осталось Ну, как это принято говорить Должность такая Нападок много очень Да, и претензий Может быть много Очень к этому человеку Ну, да, получается Как раз такая история Это, что в школе что-то случилось Там туалет грязный И там побежали Не, там, спросить Заучи, там, завхоза Директора школы И там сразу пошли В департамент образования писать Или в прокуратуру написали Прокуратура, соответственно Дальше там какие-то представления Начала давать То есть вот эта вот система Это у нас, конечно, такая Родители сейчас Много доступа имеют Вообще, как бы К информационной какой-то истории И они там сразу через голову идут Хотя внутри школы Всегда говорят о том Что проблема появилась Давайте внутри ее порешаем Спросим Посмотрим, что в чем проблема Может быть Мы там вообще на уровне учителя Можем это решить И вообще это не проблема Ну, то есть там Были у меня в том году Например, обращения Там сразу ко мне Нет перегородок в туалетах Начали разбираться Оказывается, там, дети Эти перегородки сломали Перегородки были Просто там на них висели Шпингреты оторвали И так далее То есть как бы у директора Тоже нет возможности Там постоянно эти там Перегородки ставить Ремонтировать и так далее То есть вот сейчас Код учебный заканчиваем Как бы будем делать Тоже понять можно Ну и родителей понять можно Когда там в туалете Перегородки нет А периодически в социальных сетях Информация, кстати, появляется По поводу видеонаблюдения Там где-то около туалетов Или непосредственно в туалетах Ну, была одна школа В чем суть заключается, да Ну, была одна школа Как раз, где они там камеры ставили Которые как будто бы Ну, не снимали внутри кабинки Они снимали вот эти вот Коридорные истории Ну, вопрос борьбы с курением А, таким образом просто решили Ну, ищут просто тех детей Которые, да Вот как раз в туалете дымят Ну, потому что мы сами понимаем Что это сейчас сплошь и рядом Особенно все эти вейпы и так далее То есть как бы Ну, я думаю, что в любой школе Я давно не задумывался То есть проблема курения в школах Она до сих пор существует И в том числе вот эти новомодные Электронные штуки Новомодные электронные штуки, да То есть Испарители так называемые Электронные Карман спрятал дальше Как бы там уже, знаете, там Типа вы меня там права трогать не имеете И так далее То есть, ну, это сейчас, конечно, бич При всем при том, что все сейчас у нас Это уже запрещено Но несмотря на это, как бы, у многих есть И самое-то, что опасное Некоторые родители это поощряют Сами покупают Да, не видят ничего плохого в этом Да, то есть есть истории Когда там родители говорят Ну, и что, я это купил Поэтому, а как ты будешь Как учитель придется и скажет Нет, там, ну, он скажет Мне мама купила Как ты, собственно, будешь Со взрослым человеком С законным представителем, да Спорить И попытаться что-то ему внушать Насколько, Ольга, в этом году остро Проблема нехватки Петкадров стоит Обостряется Она не обостряется Но судя по тому, что паблик В контакте родительского контроля Вы там начали тоже публиковать объявления Ну, там детские сады В первую очередь Тоже в соцсетях Эта тема часто поднимается Остро Очень остро Нехватка большая Нехватка большая Пока школы едут на совмещении Вот в школах, особенно Где очень много детей Первоклассников Практически вся начальная школа На совмещении Учитель ведет по два класса Конечно, это колоссальная нагрузка И тяжело всем И учителям в первую очередь И детям, и родителям Потому что на самом деле Как бы учитель просто не успевает Отдавать должное Время и желание Одному классу ему Потому что приходится совмещать Катастрофически не хватает Кадров Как бы и в том числе И не идут в школы работать Потому что Из-за этого мы как-то раз с вами Тоже этот момент обсуждали Что и детей очень много в классах То есть нагрузка колоссальная И, соответственно, человек выбирает Ну, где лучше ему То есть, кто его заставит Пока по закону Он отрабатывать не обязан Вопрос зарплаты тут В первую очередь стоит Ну, в том числе Ну, я думаю, что И не всегда зарплата играет роль В данной ситуации В том числе и зарплата Но вот именно условия Когда там по 35 человек в классе Когда есть родители Которые задают там Не всегда вообще Как бы уместные вопросы Там есть какая-то определенная критика Вот если там почитать бывает Пишут молодые учителя Что я там все понимаю Что вы, родители, меня там обсуждаете Дома на кухне Ну, хоть без детей обсуждайте Да, то есть, чтобы как бы Ребенок этого не слышал Ну, то есть, этих моментов много И морально, как бы, очень тяжело И поэтому Морально и физически, да Как бы, да То есть, действительно, физически Человек просто не выдерживает И говорит А зачем я должен Ну, как бы, с этим бороться Там, стремиться Да, то есть Ну, вроде, почему я там Обязан это делать И, конечно, выбирать там Где ему лучше Ну, накануне 1 сентября Зам. предсветлана Шумайлова Она отчитывалась по поводу, да Кадров Ну, на мой взгляд Там достаточно обтекаемая Информация была озвучена Что комплектуем, комплектуем Докомплектовываем коллективы Педагогические Но вот все равно Что-то не получается, да У нас их докомплектовать Конкретные цифры не озвучивались Ну, у меня тоже конкретных цифр нет Но я точно знаю Что вот в каждой школе Все равно кого-то не хватает Однозначно И, как бы, вот как вы там видите Что в группе там ищут там Воспитателей, помощников Воспитателей, поваров То в школах также точно Максимально там ищут учителей Если там хоть где-то на горизонте появляется Человек, который там готов Прийти работать Особенно там по таким специальностям Как русский язык Там математика, физика Физика, это прям вообще глобальная история То сразу, конечно же, хватает Там с опытом, не с опытом Просто закрывать часы Ну, не может же ли, на мой взгляд Этот дефицит острый длиться Бесконечно, вечно У нас просто сейчас очень большая Демографическая ситуация Когда очень много Вот эта пружина вот эта натягивается И натягивается Но ведь однажды она может и не выдержать Может и не выдержать Возможно, спасет ситуацию Что все-таки, как бы, вопрос строительства школ Будет решен Но опять же, вопрос кадров Где, как бы, будет браться дополнительные люди Когда там будет, там, дополнительно Школа открыта Особенно, если это будет отдельная школа То есть это либо будет Веджепереманивание этого же рынка По факту Либо вот просто мы тихонечко придем к тому Что детей станет Меньше, 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 меньше Очередная демографическая яма Демографическая яма Мы все равно возникнем Но так или иначе эти дети, которые пришли сейчас в школу в первый, второй, третий класс, они будут учиться минимум 9 лет. То есть в любом случае они из школы-то 9 лет не уйдут. Да, по поводу строительства новых школ, стало известно недавно о том, что в Слободе-Курочкине в Знаке будут построены новые школы, плюс речь идет о пристроях школам номер 58 и 66. Все эти объекты планируется сдать к концу 2025 года. Ну, тут, наверное, под сомнение целесообразности, необходимости этого нельзя ставить. Да, школы новые нужны, безусловно. Школы нужны, вот конкретно, конечно, Курочкина, это вообще как бы такая красная точка 66-58, да, тоже как бы горит. И вот сейчас вот буквально перед тем, как к вам идти, посмотрела поправки в бюджет, как раз вот выслали. Да, решено строить на бюджетные деньги. На областные средства. На деньги наши казны. Вот как раз-таки Курочкины есть, а вот знака не увидела. Посмотрим, что как бы скажут. Сегодня вот как раз совет буду, два часа вопрос задам, но пока знака не видела. На голосование, собственно, да, депутатам? Да, да, да. То есть мы поправки как раз будем принимать? С вашим коллегой Дмитрием Брусских, Дмитрием Михайловичем, общались, он сказал, что у нас дополнительное поступление, да, в бюджет есть 5, по-моему, с лишним миллиардов рублей, в том числе, видимо, эти деньги будут. В том числе будем, да, эти финансовые потоки распределять, как бы вот в том числе, поэтому я так и предполагаю, что такое как раз задело на школы сделал, потому что именно на областные средства, большие школы мы не строили, мы строили там школу на Пролетарской, но там всего 300 мест, а тут мы там курочки на 1100 строим, поэтому это в любом случае деньги там за 2 миллиарда. Ситуацию с тремя проблемными школами как оцениваете? Новые сроки? Хотелось бы очень верить, что все-таки все случится, потому что я предполагаю, что без компании Монолит, ну вот когда вот этот момент шел расторжение, то есть у меня как раз, ну, по крайней мере, та информация, которая была у меня пообщавшись со строителями, я предполагала, что без Монолита нам не построить, то есть это физически тяжело, потому что мы уходили в суды, суды там годы, дальше экспертизы годы, дальше там финансов нет, и мы там в школу в Долгушино мы вообще могли не получить, сейчас хотя бы очередная надежда какая-то появилась, что к 24-му году. Случится, не случится, ну, времени осталось немного, узнаем, увидим, но так или иначе, конечно, катастрофическая ситуация, в которой мы вообще оказались, когда вроде и финансы были, да, то есть как бы региону предоставлены, но мы вот не справились и не построили. Но тут так или иначе, как бы вопрос не жителей, вопрос власти, вопрос как раз договоренности определенных, согласований, и просто когда там с мамами разговариваешь, и маму говорят, вот у меня ребенок не попал по месту жительства, маме все равно, кто хороший, кто плохой, маме нужна школа по месту жительства, куда она может спокойно отправить ребенка, сейчас первоклассник 7 остановок должен ехать, каково это, я не представляю. Ну и вопрос с шевелями у нас. Шевели-шевелятся? Тронулся, да. Шевелиза-шевелились. Сколько мы уже лет ждем, да. Очень, да, ждем, но там тоже средства выделены, средства уже у строительной компании, и, соответственно, как бы вот мы видим, процесс запущен, строительство новой школы в шевелях идет. Школьное питание, тоже эту тему традиционно трогаем всегда при наших встречах, есть какие-то уже острые моменты? Острые моменты, все те же, вопрос нехватки кадров, вот на момент начала сентября у нас там по комбинату питания не хватало, там, 140 человек. 140 человек. Это огромная цифра. Это очень много. Это очень много, и, соответственно, мы тоже так же точно понимаем, что у нас все пищеблоки не заполнены на 100%, если штатное там расписание, допустим, там, 10 человек, дай бог, работают 5. И поэтому, представляете, как бы эта вся нагрузка раскладывается. Это и повар специальность, да, и всевозможные работники. Это повара, мощники, то есть там же есть там повар там на холодный цех, повар там на горячий и так далее, то есть это вот все вот прям на вся нагрузка распределяется. То есть вопрос, конечно, есть, есть школы, которые, ну, тяжело идут, справляются. То есть я тоже в соцсетях читала, что есть школы, которые там до сих пор, ну, как-то там проблемно испытывают, да, с питанием. Вопрос, что там, ну, как бы не совсем то ли кормят, то ли как-то там у них есть. Вот мы с вами также по телефону обсуждали, что у нас есть теперь три школы, которые отдали на аутсорсинг. На привозную. Не, оно не привозное. Это частная организация, которая организовывает питание в трех школах. То есть там есть же кухни и так далее. То есть она просто предоставляет на месте, да, люди готовят на месте. То есть, ну, вопросы тоже были, возникали. То есть сейчас пока идет вот как раз притирание вообще, как и дальше весь процесс будет построен. Насколько я понимаю, что, ну, не совсем администрация довольна, как бы, результатом пока на данный момент. Ну и опять же тут есть такая, знаете, мина замедленного действия, когда у нас там частник придет, начнет организовывать, тихонечко будет переманивать этих же там поваров из других школ, предлагая какие-то там чуть лучше условия, чем сейчас, да, потому что, ну, там, возможности, допустим, дополнительные у них там существуют и так далее. И тем самым, как бы, не частник приведет новых людей, да, как бы, и тем самым будет нехватку кадров закрывать. Он просто ту, как бы, нехватку кадров оголит в других местах. Ну, понимаю, да, переманит к себе, да, в свой штат. Что касается, да, проблемы еще тоже, она существует у нас из года в год. Это питание детей с пищевыми особенностями, да, которыми, которыми не все, не все можно есть. Стоит на одном и том же месте этот вопрос или как-то все-таки решается? Не решается, не двигается, потому что действительно, опять же, вопрос вот этой катастрофической нехватки, когда лишь бы накормить вот тот поток, который существует, потому что началку нужно кормить обязательно. С первой по четвертой классу, да. Да, вот этих вот президентских обедов, да, то есть как его там все называют. Поэтому просто некогда задуматься о том, что детей там аллергиков нужно кормить как-то дополнительно, им ведь надо готовить дополнительно, хотя это должны делать и должны, как бы должно быть, потому что на самом деле, когда там у ребенка пищевая там непереносимость, не знаю, картошки, глютена и так далее, он остается голодный, потому что ему там физически нельзя есть то, что ему сегодня дали. Как обычно семьи выкручиваются, берут с собой? Ну, что-то носят с собой, где-то едят на перемене, то есть если там дети маленькие, то возможно там не так много уроков успевают еще как бы прийти домой и поесть на обеде, а если там мы уже говорим про более старших детей, которым там в школе находится долго, то я думаю, что вот носят с собой какие-то варианты. Ну, по большому счету ведь, смотрите, во многих школах, особенно вот этих школах, где много-много там переполнений, там 1800-1900 детей учатся, началку только кормим, а там с пятого класса и так далее они не успевают поесть на переменах, потому что физически не хватает времени. Поэтому там все те же самые дети, там с пятого и старше, особенно там старше восьмой, девятой, одиннадцатой классы, да, которым там еще потом на занятия, на кружки и так далее, вот они там бегают вот в соседние булочные, соседние магазины и вот на... К той чем перебиваются, в общем. Перебиваются на неправильном питании. Со школьным питанием, с меню, вернее, произошли какие-то изменения? Ну, нет, насколько я понимаю, что вот оно такое плюс-минус и есть, как бы по этому меню и идут, как бы тут оно такое. Видимо, нашли какую-то золотую середину, которую удобно и закупать, и кормить. Ну, вопрос там, качество продуктов остается так же, то есть какие-то вот эти все моменты, они все равно есть, так или иначе. То есть, ну, пока я как бы прям выхода из этой ситуации вот... Существенных изменений не видно пока, к сожалению. Ольга Тарыкина, депутат Законсобрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР, председатель общественного движения «Родительский контроль». Именно с Ольгой мы беседуем сегодня в программе «Особое мнение». У нас подошло время небольшой рекламной паузы, полторы минуты, и мы вернемся. Продолжаем наш разговор с Ольгой Тарыкиной. Еще одна тема, достаточно новая уже, да, это покрышки. Покрышки на территории детских садов и школ. Всем, я думаю, уже известно, что в 21-м году был принят закон, где четко было прописано, что автомобильные шины использованы, это отходы четвертого, по-моему, класса опасности. Их нельзя использовать при обустройстве, благоустройстве и так далее. И вот у нас в прошлом году еще волна эта началась, ликвидации покрышек с территорий детских, дошкольных и образовательных учреждений. Как сейчас дела обстоят? Я что-то в последнее время не замечаю. Насколько я понимаю, у нас как раз-таки средства за счет экономии выделены, вот эти 7 миллионов, которые были необходимы. Мы говорим про город Киров конкретно. И вот эти 7 миллионов как раз-таки должны были, должно было их водить, чтобы убрать покрышки со всех территорий детских садов и школ. К сожалению, вот у меня нет прямо информации последней недели, если еще где-то там эти покрышки, но тихонько процесс был запущен. Проблема-то в том, что когда стало очень надо вот этот закон исполнить, что эти покрышки надо убрать, в ноябре месяце пришло постановление Департамента образования о том, что, пожалуйста, уберите, снег лежит, какие покрышки. А потом как бы пришлось пояснение, что до мая, в мае уберите. И вот детские сады, значит, в мае месяце эти покрышки все убрали, и эти покрышки груды все лето лежали. Так уж лучше бы они там были прикопаны в этих местах, где они были, они не так бы раздражали, потому что когда ты там выходишь, заходишь в садик, в ворота, и вот там груда покрышек лежит, ну, видимо, она так безопаснее, что ли, лежит. И, конечно, как бы история такая не очень понятная, то есть много как раз обсуждений идет насчет того, что на самом деле опасно ли они так, то есть, ну, возможно, это не так, но вот как бы говорят о том, что эти покрышки перерабатываются, это потом используется в рамках детских покрытий на детских площадках. Да, то есть, получается, а в чем тогда как бы они тут безопаснее, смешав их с клеем. Вот они целиком лежат, и тут они перемолотые. Да, ну, конечно, я согласна, что это неэстетично, что от этого надо уже уходить, но тогда должна быть альтернатива другая. То есть, да, мы убрали покрышки, и начались вопросы, что в основном эти шины как раз ограждали группу от группы, чтобы там ребята, когда гуляют, то есть, как бы одна группа к другой не заходила, да, то есть, воспитатели их видели. А сейчас, получается, вот этих заборчиков не стало, и началось с родителям. Родители сколотите, родители сделайте, родители задают вопрос, а почему точно ли мы это должны делать, и так далее. И опять же, мы возвращаемся к вопросу недофинансирования. Родители опять крайними оказались. Вроде дело благое делаем. Ну, родители и покрышки частично, но не в каждом детском саду нет. Некоторые сады самостоятельно справились, где-то покрышки родители убирали, покрышки эти же родители ставили, и как бы вот и получается вот такая вот круговерть, что мы, как бы, нам приказали убрать, а альтернативы не предложили. То есть, еще во времена Ильи Шульгина, я помню, когда мы с ним встречались, я ему фотографии там одного из детских садов показывала, и там такие деревянные домики, деревянная машинка, он такой, это что за малая архитектурная форма? Я говорю, ну, это в каждом детском саду. Он такой, так в смысле, как так? Я говорю, ну, вот родители приходят, колотят и делают. Ну, то есть, он был удивлен в тот момент, что вообще такое существует, потому что, ну, конечно, там новые детские сады строятся, и там уже сертифицированная вся эта история, да, а по факту старые детские сады все живут с деревянной печенью. Проблема-то еще и в том, что у нас нет пунктов централизованного сбора этих самых покрышек. Вот недавно министр охраны окружающей среды Тимур Абашев вроде как И вообще этот вопрос, это не только в детских садах и школах по покрышкам стоит, то есть это же дворовые территории в том числе, то есть заобязали, что там тоже нужно убирать, то есть стоит вопрос управляющей компании, там или ТСЖ, где как есть, и утилизация-то она дорогая. И поэтому вот когда в рамках, там, допустим, по ПМИ, например, дворы ремонтируют, у меня тоже такая история на практике была, покрышки убрали, в смету не заложили их утилизацию, думали, ну, да, как бы, какая проблема, да? А потом оказалось очень проблемно их убрать, потому что это дорого, то есть, как бы, куда-то их вывезти стоит денег. Конечно, транспорт нужно привлекать. И транспорт, и сдать, и поэтому, как бы, это такая вопрос, то есть, вроде как бы, люди-то и не против их убирать, а кто платить за это будет? Что-то мне подсказывает, что ждем очередной волны, когда будут напирать, убирайте, 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 и все в авральном режиме. Ну, я думаю, что да, во дворах теперь, теперь мы во дворы пойдем их убирать. Да, вот на зиму глядя, опять что-нибудь эдакое придумают, да. 28 сентября анонсировано выступление представителей регионального правительства перед депутатами УЗС о ходе реализации мероприятий в ромках года подготовки педагога и наставника в Российской Федерации. Что это будет за мероприятие, насколько оно важно? Сам председатель правительства у нас будет выступать или отвечающий за сферу образования? Я думаю, что Светлана Витальевна, наверное, расскажет нам как раз... По сфере образования как раз нам расскажет о том, как реализовываться год педагога, наставника в Кировской области. И тут, я думаю, что нужно спрашивать как раз-таки людей, для которых мероприятия все были проведены, то есть понравилось, не понравилось, что-то там они для себя отметили. Нет, там много... Подождите, год-то еще продолжается. Ну, так осталось-то не так много, то есть, соответственно, уже много чего должно было провестись. То есть, вот я тут просто открыла, мы как раз готовили вопрос, то есть, вот мы задали и спросили, то есть, не совсем мы там понимаем, например, есть там создание фильма «Один день из жизни учителя». Ну, то есть, как бы, есть этот фильм, уже нет. Кто там его сценарий писал? Сколько бюджет этого фильма, например? Да, вот это все в рамках разных мероприятий. Слушайте, название какое-то оно с печальным, с грустным подтекстом. Можно было что-нибудь покреативнее. Ну, там «Школа молодого учителя», то есть, тоже проект. То есть, есть как раз-таки, вот в данных проектах заложено предоставление шести педагогическим работникам служебных жилых помещений. То есть, вот в рамках года педагога и наставника, то есть, кто эти шесть счастливчиков получили. То есть, ну, моменты есть, чуть позже мы там ответы получим. Но вопрос, опять же, как этот год педагога-наставника идет активно, неактивно, нравится, не нравится, надо, конечно, спрашивать как раз у тех людей, которым это все непосредственно посвящается. Но у нас новая премия «Педагогический талант». Вроде как уже определены два десятка лучших педагогов нашего региона, которые по 100 тысяч рублей получат. Я надеюсь, что эти 100 тысяч рублей будут как раз из бюджета дополнительно выделены, потому что, как оказалось, например, история, когда речь шла о том, что мы будем поощрять учителей за подготовку детей к ЕГЭ, в школу пришло письмо о том, что, пожалуйста, из своего фонда оплаты труда дополнительно этих людей поощрите, которые подготовили. Я губернатору вопрос задавала. Я как раз-таки вопрос губернатору задавала на одной из последних пленарок, что давайте все-таки поясним, дополнительные средства нет, губернатор говорит, дополнительные, а все разъяснения пришли, что нет. И получается, что вопрос, вот есть у директора бюджет заработной платы, и ему нужно как-то еще изыскать дополнительные деньги. Да, дополнительно поощрить тех людей, которые детей подготовили к ЕГЭ. Ну, история-то правильная. Но, опять же, какая мотивация у директора, да, чтобы у него там конкретно в этой стороне, да, то есть, как бы дополнительная нагрузка ложилась. Как еще, на ваш взгляд, стоило бы повышать престиж и авторитет учительской профессии? Ну, так или иначе, вопрос, конечно, сложный. Это нужно действительно эту профессию ценить. То есть, мы ушли как раз, вот раньше в Советском Союзе, там, это была максимально, там, престижная профессия быть учителем, да. То есть, было не стыдно везде говорить, я учитель. И все говорили, действительно, да, там, этот человек, он учит, там, детей, не только детей. А сейчас, мне кажется, мы максимально значимость этой профессии вообще до нельзя пустили. И, к сожалению, ну, теперь большой труд нужно, а чтобы мы это вернули обратно. Ну, не хотелось бы на такой печальной ноте заканчивать. Все равно хочется верить, верить в лучшее, да. И, к тому же, впереди день учителя, да, 5 октября. Так что, всех представителей этой славной профессии поздравляю. Да, хочется поздравить. И, самое главное, пожелать благодарных учеников, в том числе родителей. Завершаем на этом наш разговор. Благодарю Ольгу Турыкину, депутата Зак Собрания Кировской области. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.